Некоторые ученые-эволюционисты считают, что возраст Земли 4,5 миллиарда лет. Они всерьез думают, что жизнь зародилась в первичном океане, некоем кипящем бульоне. Именно там, в результате случайных химических реакций, и возникла первая клетка. А дальше, за миллиарды лет, путем эволюции из первой клетки и появился, якобы, человек. А теперь давай на секунду представим, что возраст Земли действительно несколько миллиардов лет. И сразу парадокс, за все это время ни ветра, ни дожди, ни солнечная радиация, ни какие-либо другие природные факторы так и не смогли извоять из камня хотя бы нечто отдаленно похожее на лиг человеческий. А речь идет всего лишь о камне. Насколько более сложным и уникальным, в отличие от каменной глыбы, является организм человека. Вот только некоторые факты. Мозг. Человеческий мозг генерирует за день больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 тысяч химических реакций. Нервная система. В теле взрослого человека около 75 километров нервов. Сеть нейронов мозга в 1400 раз сложнее всей телефонной сети земного шара. Скорость биосигналов в нейронах достигает 7 километров в секунду. Нервная система человека содержит около 10 миллиардов нейронов и примерно в 7 раз больше клеток обслуживающих, опорных и питающих. Лишь 1 процент нервных клеток занят самостоятельной работой, принимает ощущения из внешней среды и командует мышцами. 99 процентов – это промежуточные нервные клетки, служащие усилительными и передающими станциями. Легкие. Поверхность легких – порядка 100 квадратных метров. Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта. Взрослый человек делает примерно 23 тысячи вдохов и выдохов в день. Сердце и кровеносная система. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека – примерно 100 тысяч километров. У взрослого человека сердце за день перекочевает около 10 тысяч литров крови. 36 миллионов 800 тысяч – количество сердцебиения у человека за один год. Желудок. Каждые две недели наш желудок должен заново производить новую внутреннюю оболочку, иначе он сам себя переварит. Волосы. Среднее количество волос на голове – у блондинов 140 тысяч, у брюнетов – 102 тысяч, шатенов – 109 тысяч, у рыжеволосых – 88 тысяч. Общее число волос на теле, кроме головы, около 20 тысяч. Волосы растут со скоростью 0,35 – 0,40 мм в сутки. За день наша шевелюра удлиняется, если посчитать общий прирост длины волос – метров на 30. Длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни – 725 километров. Лицо. При одной только улыбке у человека работают 17 мускулов. На языке находится около 9 тысяч вкусовых рецепторов. Глаза. Глаз способен различать 130-250 чистых цветовых тонов и 5-10 миллионов смешанных оттенков. Уши. Во внутреннем ухе около 25 тысяч клеток, реагирующих на звук. Диапазон частот, воспринимаемых слухом, лежит между 16 и 20 тысяч Гц. Мы осознаем звук через 35-175 мс после того, как он дошел до уха. Еще 180-500 мс требуется уху на то, чтобы настроиться на прием данного звука, достичь наилучшей чувствительности. Нос. Площадь обонятельной зоны носа – 5 квадратных сантиметров. Здесь расположено около миллиона обонятельных нервных окончаний. Чтобы в нервном обонятельном волокне возник импульс, на его окончание должно попасть примерно 8 молекул пахучего вещества. Чтобы возникло ощущение запаха, должно возбудиться не менее 40 нервных волокон. Кожа. В коже рассеяно 250 тысяч рецепторов холода, 30 тысяч рецепторов тепла, миллион болевых окончаний, полмиллиона рецепторов осязания и 3 миллиона потовых желез. За время жизни кожа человека сменяется примерно тысячи раз. Под микроскопом, человек состоит из более чем 100 триллионов клеток. Человеческая денка содержит порядка 80 тысяч генов. И ты до сих пор веришь, что ты – результат каких-то случайных химических реакций, что твой прародитель – некая амеба. А псалмопевец Давид, царь иудейский, восклицает в восторге. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Псалом 138, 4. Ты и я, мы действительно дивно устроены, созданы по образу и подобию Божьему. У нашего организма, впрочем, как и у всего живого на Земле, есть свой автор, свой Создатель. То, что ты появился на свет, вовсе не случайность и не ошибка твоих родителей. Ты – замысел Божий. Ты не просто странник на этой Земле. У Бога для твоей жизни есть его особый удивительный план. И ты имеешь привилегию общения со своим Создателем. На нашей планете этой привилегией не обладает больше никто. «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Пил Давид. А осознаешь ли ты уникальность своего рождения? Чувствуешь ли необходимость в общении с Создателем, Автором твоей жизни? Бог жаждет общения с тобой. Две тысячи лет назад Иисус Христос, Сын Божий, пришел с небес на эту Землю, чтобы примирить грешного человека со своим Отцом. Думаешь ли ты принятие Иисуса Христа в свое сердце? Готов ли исповедать Его своим Господом и Спасителем, раскаявшись в своих грехах? Сделай первый шаг навстречу Богу, прими Его прощение и спасение. И лучше сделать это сегодня. Почему? Да разве знаешь ты, живущий без Бога, что с тобой может произойти уже завтра? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok